Оформлять ДТП при помощи европротокола у водителей вошло уже в привычку. Но при неправильном заполнении или допущенной ошибке, автомобилисты могут остаться вообще без выплат. Первое, на что обращают внимание юристы, в бланке извещения нельзя указывать иной вред, кроме как данные о разбитом автомобиле. То есть в графе обстоятельства ДТП нельзя, например, внести запись о том, что при столкновении повреждения также получил и мобильный телефон или другая дорогая техника. Страховая компания имеет право провести трансологическую экспертизу, то есть на предмет соответствует ли повреждению этому ДТП. То есть может быть у транспортного средства какие-то до этого ДТП уже были повреждения, они будут сопоставлять машины. Если какие-то были до этого повреждения на машине, соответственно, это не выплачивается. Выплачиваются только те, непосредственно какие от этого ДТП, на что заполнен европротокол. Поэтому страховая может отказать, если полис указан неверно. И советую всем, помимо того, что заполнит европротокол, сфотографировать полис виновника, свидетельство о регистрации и права. Также Ирина Воронина напомнила всем владельцам автотранспорта, что при заполнении европротокола должны быть соблюдены определенные условия. В ДТП участвуют два транспортных средства. Не причинен вред здоровью, и у каждого участника происшествия есть полис ОСАГО. Если все так, то оформление у водителей займет не больше 10 минут. Прежде чем оформлять, надо обязательно сделать фотофиксацию. Фотофиксация – это транспортные средства, как располагаются по отношению к дороге. Значит, близко сфотографировать там, где само столкновение произошло. Особь на земле обязательно тоже. И как можно больше фотографий сделать, чтобы страховая компания посмотрела и не отказала там в каких-то повреждениях, что именно эти повреждения произошли от этого ДТП. В европротоколе заполняются все графы, а также необходима схема ДТП. В случае, если у одного из водителей нет полиса ОСАГО, то европротокол не заполняется. В общем, такая форма оформления ДТП создана специально, чтобы облегчить ситуацию с урегулированием убытков. Самое главное – все правильно записать и нигде не ошибиться. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».